Друзья, вот мы сейчас идем к мультимедиа-арт-музею. Вообще, говоря лучше фонтана, ну вопрос, да, почему мы идем на выставку этого художника, а почему его нужно смотреть? Дело в том, что людям, которые погружаются и знают историю искусств, им объяснять, что такого лучше фонтана не надо. А вот человек, который захотел сходить на выставку, но ему с этим художником не знаком, его может ждать разочарование, потому что то, что он там увидит, вызовет у него массу вопросов. Все, что касается луча фонтана, его работы, понимаешь, что человек был просто неудержим. Он постоянно работал, постоянно писал какие-то манифесты. По мнению луча фонтана, все искусство, которое создается, оно двухмерно. Ну, представьте себе холст, да, и живопись. По сути, все, что там изображено, это иллюзия. Художник всего лишь как некий иллюзионист или фокусник создает некое пространство. Но по сути, это холст, краска, это грунт. Это все равно двухмерная история. Луч фонтана говорит о том, что необходимо пройти сквозь эту двухмерную историю. Для того, чтобы пройти сквозь холст, надо его разрезать. Поэтому он начинает создавать прорези на холстах. В следующих работах он создавал дырки. Это и был вход в иное измерение. Это был вход в иное пространство. Там есть иное искусство, новое искусство. Там есть бог. Действие вот этой прорези холстов и явилось новым шагом, новым словом в истории искусства. Давайте продолжим путешествие к музею и посмотрим уже на саму выставку. Вперед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли в Диукомедию от музея. Сейчас пойдем смотреть саму выставку. Вот здесь уютно, хорошо, пространство большое. Музей замечательный. Ну, вперед! Давайте отправимся смотреть нашего лучшего фонтана. Вот у нас лимитер прорези. Это и есть так называемые пространственные концепции. Привязая вот эти вот отверстия, делая надрезы в холсте, он проходил сквозь пространство. Он проходил сквозь холст и проходило новое измерение. Там было новое искусство, там была новая среда, новый космос и там был Бог. Вот, собственно, таким образом он проходил через холст. Или вот, например, дырки вот эти вот тоже знаменитые. То есть, вот, это вариация на тему разрезов. Но другой вариант, это вот эти вот дырки, которые он проделывал, проделывал в холсте. История та же самая. То есть, тоже переход в иное измерение, в иное пространство. Вот уже одна из вариаций его работа. Ну, он резал огромное количество холстов. Он начал их резать уже где-то ближе, ну, уже в таком возрасте зрелым. И он резал бесконечное количество. То есть, они у него разных цветов красные, зеленые, белые. Вот, и, там, сосчитать их, я должен знать, сколько. Под отверстием, кстати, подклеил темную марлю. Для того, чтобы, ну, чернота была такая более плотная. Это и был, ну, так, проход в новый мир, в новое пространство, в новое измерение. Вообще, здесь, конечно, не обошлось без Фрейда. Но, мы не об этом. Вот это как раз те работы, с которых он начинал. Это такие, там, сегуративные работы, которые он дали в различных техниках. Из стекла, керамики и много других предметов. И именно их критики называли такими дворочными, но они были на грани кичи. И постоянно художников об этом напоминали. Работа. Он стал уже совмещать в эти свои пространственные отверстия, стал украшать муранским стеклышком, какими-то элементами. И, в общем-то, критики, опять же, постоянно наникали о том, что он уходит в китч. Субтитры сделал DimaTorzok Вопрос, идти или не идти на выставку, конечно, однозначно идти. Выставка потрясающая, выставка классная. Но, конечно, перед тем, как пойти, все-таки ознакомиться поподробнее с тем, что это за художник, что за время было, когда он создавал свои произведения. Потому что, придя просто так и посмотрев на то, что вы увидите в зале, может возникнуть масса вопросов. И, как обычно, как я уже говорил, ваше мнение о современном искусстве может быть таким, как у обычного человека. Если мне непонятно, значит, это полный бред. Поэтому читайте, смотрите. Ну, и обязательно надо приходить. Мне, я, зная лучшего фонтана, конечно, с огромным удовольствием посмотрел на эту выставку, и я в полном восторге. Ну, всем пока. До следующей выставки, до следующих видео. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok